Приветики всем, косметоманчикам! И сегодня я вам покажу вот такую краску, после которой я, честно говоря, немножко в шоке. Краска фара. Я ее пробую не в первый раз, но именно этот оттенок, 501А, я пробую первый раз. Смотрите, это еще более-менее. Сразу минус вам покажу. На этой руке. И на этой руке давайте посмотрим. Нормально? Вот это вообще. То есть вы спустя время, после окрашивания, уже прошло несколько дней, вы красите голову, чешите голову, и у вас вот такое под ногтями, оно вычищается очень сильно с трудом. Смотрите, у вас просто как будто грязь. Как будто вы, не знаю, ремонтировали машину и пришли видео снимать. В общем, краска сама по себе хорошая, в плане того, что я люблю от краски. Я люблю, чтобы после краски был такой эффект на голове, что вот прям вот после хорошего скрабирования. Вы покрасились. Эта краска, кстати, щиплет голову. Вот вы покрасились, и вы чувствуете, да, классно, чисто на голове, приятно. И все там мрачает то, что... Получается, что это у вас такое с рукой? Господи, какой кошмар! Краска в целом хорошая. У нее есть удобный аппликатор. То есть вы наносите краску из такого тюбика. То есть есть крем-краска и окислитель. В окислителе вот столько, вы засыпаете. Я вот уже все, соответственно, выкинула. Здесь у меня лежит другая краска. Просто потому, что очень удобная, хорошая упаковка. Такая шикарная женщина здесь нарисована у нас. Вот все, что осталось от инструкции. Я из нее такую пробку тут делала. Вот тут у нас аниме девушки на инструкции. Как красится. Ну, вот так, конечно. 30 минут ее нужно держать. Я ее использовала также для бровей. Чего делать не рекомендую. Это запрещает делать производитель. Ну, брови окрасились хорошо. Хотя по всему кантику головы, где начинается рост волос. И на бровях, там где я чуть-чуть заехала. Остался тинт такой на день синий. Но это уже ушло, соответственно. И, кстати, я пользовалась таким лайфхаком. Я окрасила брови зубочисткой. То есть капельку краски и разносить дальше зубочисткой. Получается очень ровная, хорошая линия. Само окрашивание производила не я. Мне помогал муж. Он полностью все наносил из тюбика. Потому что это очень удобный способ. Это просто задумка такая. Задумка века. Только в фаре. Из более-менее бюджетных красок я видела такое исполнение. Что вы наносите из аппликатора. Это очень классно. Дальше. Краску мы не смываем шампунями. Раньше в красках всегда в инструкции писали, что после того, как вы покрасили, нужно смыть шампунем. А теперь во всех красках написано просто смыть, чтобы вода была прозрачной, смыть просто водой. И потом нанести и подержать бальзам. Не обязательно наносить, кстати, бальзам, которые есть в упаковках. Я не всегда этим пользуюсь. Хотя вроде как, типа, они должны между собой очень хорошо сочетаться, закреплять цвет. Но, знаете, я в это не очень верю. Потому что все обещания на упаковках это обычно полную лажу. Следующее. Я красила голову, когда еще не было воды. И вот с этим мучением мне тоже помогал муж. Помогал смывать краску. Потому что просто представили огромный тазик. Вот столько нужно, чтобы хорошо промыть волосы. Эта краска, кстати, летит повсюду. С учетом того, как сложно ее было смывать. И почему. Вот я вот мне вот приспичила. Вот он сам вызвался. Мне приспичило покрасить голову, пока нет воды. Это неудобно. Ну, блин. Вывался и все. Хорошо. Кошмар. Вот просто, блин. Я как палась на огороде называется. Краска. Еще ее минус большой. Она разлетается и попадает на кафель. И на кафеле она остается вот этой ляпкой. Вот как она ляпнула, она остается ляпкой, пятном таким. Очистить очень сложно, практически невозможно. Но все равно, знаете, такое, настолько хорошо очистили, насколько смогли. И все равно такое, как бы, на кантике этого пятна остается такое небольшое. Ну, что поделать. Сама краска довольно стойкая. Мне нравится, как она окрасила. Волосы такие разгладились, выпрямились. Очень хорошо улеглись. Знаете, после краски, вот, я не красила два месяца. Как и после предыдущего окрашивания, я выждала два месяца. Как и перед тем окрашиванием, я тоже выждала ровно два месяца. Потому что три это много, а два это оптимально. Один это очень мало. Ну, лучше, конечно, один с моими потребностями. Потому что мне кажется, что если часто окрасить краской черной, то, возможно, будет какой-то вред. Накапливаться будут тяжелые металлы. Ну, что у нас тяжелые металлы? Я пересовывала все свои тени. Из всей своей коллекции я пересовывала все тени. И до меня дошло в один из моментов, что во всех тенях стружка металла есть. Да, она очень мелкодисперсная, да. Ну, типа, ну, благодаря чему клеятся тени на глаза, если они клеятся без базы? Вот все, что не клеится без базы, там нет тяжелых металлов. Потому что наш организм обладает статикой, вот он их придерживает, вот тени хорошо держатся, особенно металлические. Почему именно металлические кремовые тени так хорошо держатся? Потому что в них есть металлы. Вы раздавливаете тени и смотрите на части, где заклепка эта держится, которая держит саму крышку, как это называется, магнитная вот эта часть. На нее прилипают тени, когда вы пытаетесь их струситься. То есть вы можете перевернуть, и она у вас осталась на этой заклепке. Все потому, что на тенях содержится металл. То же самое в черной краске. Чем темнее краска любая? То есть любая темная краска, она вредна для волос, а особенно черная. Но это у меня еще и синий черный. Оттенок действительно легкая синева есть, но не такая, как после палета. Она такая совсем незначительная. Но справедливости ради, после краски, которая Herbs. Вот она у меня тут есть. Что у нас тут? Вот Herbs фитолиния. Вот эта краска, она просто, я уже давала вам на нее отзыв. Она просто отвратительно держится. Она вымывается в очень коричневый цвет, хотя, конечно, на солнце, летом, ну, может быть, ладно. Возможно, это из-за того, что летом. Летом так часто дешевые краски вымываются. Но фара, она краска, знаете, должна продержаться долго. Должна продержаться у меня эти два месяца, пока я не крашу волосы. И вместе с этой краской, после того, чтобы ее смыть, я использовала вот такой шампунь, который, я сразу скажу, крайне не рекомендую. Family Care. Я не знаю, как я снова повелась на эту дешевую цену. Это просто отвратительнейший шампунь, которого надо примерно килограмм на то, чтобы покрасить волосы. Вот просто вот я огромную, он просто жидкий, вот, невозможно жидкий. Вот там вода внутри, блин. Я перелила в более удобную упаковку часть, вот, смотрите, ну, как бы я весь еще не истратила, это просто я перелила. Я уже под впечатлением, он мне понравился, мне не мужа тоже, он просто отвратительный, безобразный. Это нельзя продавать людям, это какой-то брак. Нельзя так поступать с людьми, с живыми, нормальными. Да, он стоил дешево, мне обошелся дешево, но в других магазинах, я могла его видеть в 3, 4, 5, 4 или даже 5 раз я видела такой шампунь дороже. Ну, что это за позор такой? Вот вам, вот, производители, вам Family Care, вам вообще не стыдно продавать такие вещи? Кошмар. Он пахнет, конечно, прикольно, он пенится хорошо, волосы вообще скелетики после него, просто скелетики. Запутанные до невозможности. Если после этого шампуня не используется бальзам, у вас будет на голове просто мочалка, вот, старая мочалка с мусорки у вас будет на голове. Не думаю, что это винокраски, я думаю, что от шампуня он тоже многое зависит. Нужно обязательно использовать бальзам после таких вещей серьезных, как Family Care. Вот у меня еще такой стоит в запасе бальзам, все, я никак его не начну. Ну, что у нас тут? Professional. 1000 мл. Вот, это бальзам у меня в запасиках. Пока что я использую другой. И я почему купила такой шампунь? Потому что я знаю, что у меня волосы очень плохо промываются. Если я беру кремовый шампунь, а не гелевый, то у меня может просто, ну, слишком прилизанными волосы остаться. Но из-за него мне приходится использовать много бальзама, и они просто у меня все равно прилизанные просто из-за бальзама. Хотя этот шампунь промывает хорошо, ну, как бы, как я расчешу волосы после. Какое-то время, кстати, я месяца три, я не расчесывала абсолютно волосы. Ну, и нормально мне жилось. А тут я достала старую заколку, как бы, такую, знаете, с гребнем. И, ну, я бы просто не расчесала ей волосы после этого Family Care. Он отвратительный, он выходит дорогим, потому что, я такая думаю, я сэкономлю. Куплю более жидкий, куплю более выгодный, типа, целый литр. О, спам, целый литр. На самом деле, его выливается за раз столько, что любой понтин, любой, даже, возможно, Head & Shoulders был бы гораздо более выгодный. Ну, в пересчете на то, сколько тратится за раз. В общем, это просто бомбеж. Ну, краска, краски, все равно я нахожу больше плюсов, чем минусов, потому что даже вот этот вот огромный минус, очень вас прошу, никогда не красьте перед каким-то событием, потому что вот, что будет, и по кантику волос у вас останется такая краска. Если у вас нечем оттирать, ну, допустим, даже вы потерли спиртом, вы что, думаете, спирт вам в ноль уберет эту полоску? Поначалу линии роста волос? Нет, ни в ноль не уберет. На бровях вы особо тоже спиртом не потрете, потому что будет неприятно. У вас так кожа пересушена, а вы что, и потом еще спиртом будете тереть? Не красить перед важными событиями, это очень важно. Особенно краской, которую вы до этого не красите. То есть я самой фарой, я пользовалась много раз, но и синий-черный 501А, по-моему, я вообще не пользовалась. Я раньше очень давно тоже все время красила синий-черным или черным, и я не помню, чтобы я покупала такую краску. В общем, в ней для меня больше плюсов, потому что она на деле относительно стойкая, у нее удобное нанесение, и вот, ну, только что вот это вот с ногтями проблема. Если вы где-то капните, не дай бог вам где-то капнуть. То есть мы наносили так, из носика наносится она на корень, я растираю кисточкой. То есть опять, из носика такой полоской раз, на корень волос, я второй стороной от кисточки якобы перелистываю и снова растираю. И потом в самом конце, ее краски тут достаточно много, если у вас длинные волосы по плечи, то вам ее хватит, у вас еще даже чуть-чуть останется. Ну, я сужу по своим тонким волосам, если у вас очень густые, то может вам будет и впритык. А вот этой краски предыдущей, которую я вам показывала, которая там лежит, это Herbs, на один раз мне уже не хватает. На очень короткие, ну, такие вот волосы, как у меня были, мне бы хватало. А на такие волосы вообще очень сильно впритык, то есть вы покрасите вам даже на брови не хватает. То есть я краской Herbs я даже не попробовала брови красить. А тут у меня еще получается на полторы раза, на три раза, то есть полторы упаковки на три раза. Потому что упаковка как у ебины, то, что там делится внутри на две. И всего две, и всего на раз хватает. То есть окислитель, краска и бальзамчик. Ну, бальзамчиком, я думаю, пока не запечатанный, нужно свой бальзам пользоваться. Потому что запечатанный бальзам, знаете, хранится подольше, чем тот, который я постоянно использую. И он немножко контактирует с воздухом. А только упаковка открыта, все, оно уже контактирует с воздухом. Все, всем пока!